Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 4 февраля По народному месяцу слову Тимофей Полузимник В этот день христиане чтут память епископа Тимофея, апостола от 70, родом из города Листры, Малая Азия, I век. Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоит. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие – Тимофеевские морозы. Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели. О морозах складывали поговорки, например, такие – Тимофеевский мороз ползимы с собой унес. Афанасий мороз морозит нос, а ты погоди, Тимофея дожди. Большая половина зимы миновала, синица, который день голос подает, а Тимофей вдруг возьми и ошпарь землю небывалым морозом. Одно лишь утешение – не в пример крещенским, которые по неделе щеки жгут, да носы белят. Тимофеевские холода больше двух-трех дней не стоят, зато в народе они самыми лютыми считаются. В этот день, как и в другие дни полузимники, проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили – к весне мужику тяжелее, хлеб по сусекам мелеет. Не мудрено, что крестьянина Тимофея с особым вниманием за птицей и скотом присматривали, забирая хилых и ослабленных в теплые сени, а то и прямо в избах размещая новорожденных телят, ягнят и курни сушек. Хлопотали в омшанниках медовые старатели – степенные пасечники, легонько встряхивая улья и прислушиваясь к тому, как на это вмешательство пчелы откликнутся. Если из улья лишь ленивое жужжание доносилось, значит, спали себе пчелки, не бедуя и горюя, весны дожидаясь. А если отзывались они настолько беспокойным громким гудением, значит, что-то неблагополучно складывалось в пчелином семействе, и надо было поскорее в этом разобраться. И вот еще что. Хоть и лют Тимофей, а было время, когда первые в деревне рукодельницы, закутавшись потеплее, обязательно в этот день с ледяных горок на донцах спускались. Кто дальше прокатится, у той лучше и лен уродится. Ну как, скажите, судьбу не испытать? Да и времени на это немного требуется. Снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых. В мороз запотевают стекла, это к потеплению. Вертикальные морозные узоры на окнах к морозам, а горизонтальные или под углом к капелле. На этот день много снега, то будущий урожай хлеба будет хорошим. И говаривали, сны на Тимофея – вещие. А те, кто по хозяйству хлопотал и перетрудился, да грыжу вдруг себе заработал, то в этот день хорошо заговаривается любая грыжа. Всему свое время, труду, заботам, праздникам. Да пребудет помощь предков во всех благих и созидательных деяниях ваших, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok